Добрый день. Меня зовут Ростислав Вашенцев. Я приветствую вас на нашем очередном вебинаре, посвященном маркировке. Сегодня мы будем говорить о маркировке, которая уже наступила в каких-то товарных группах, а самое главное, какие товарные группы она ожидает в ближайшем будущем. Цель вебинара больше, наверное, ликбезна для того, чтобы рассказать тем, кто с маркировкой только начинает работать или еще не работает, но товарные группы вас ожидают, вы занимаетесь реализацией, куплей, продажей тех товаров, которые попадут под маркировку в ближайшем будущем. Что вообще это такое и, как говорится, с чем его едят? Итак, маркировка в 2023 году. Давайте начнем с того, откуда вообще маркировка появилась. Очень редкая информация появляется и сообщается. Есть бесчисленное множество постановлений, которые регулируют внедрение маркировки в каждой отдельно взятой товарной группе. Но в целом в 2018 году, в феврале, было подписано соглашение о маркировке товаров между странами-участниками ЕАЭС. И наша страна, наряду с нашими экономическими коллегами, да, вступила в это соглашение, и мы являемся передовиком по внедрению маркировки в наших товарных группах. В наших странах соседних уже начинается маркировка, она начинается постепенно, порядок там совсем другой, я имею в виду порядок внедрения маркировки в тех или иных товарных группах. Но они тоже это начинают делать, и уже сейчас появляются такие ситуации, когда при передаче товара из Белоруссии, из Казахстана вы ввозите товар, который уже промаркирован, промаркирован на территории страны производства товара. И с этой маркировкой не нужно ничего делать. Системы, у нас это называется честный знак, у них называют немного иначе, но подлежат общей идее, что товар промаркирован, он легален, он проверен, и информацию честный знак одной страны передает честному знаку другой страны. Вот простыми словами именно так это выглядит, поэтому импортер, по сути, просто подтверждает, что товар пересек границу, а сами сведения о кодах маркировки на этих товарах уже честные знаки передают между собой сами. Вам делать ничего будет не нужно, то есть в перспективе это такая будет комплексная система, где даже экспорт и импорт не мешают прослеживанию жизненной цепочки товарной, каждой товарной единицы, от момента ее появления в рамках ЕАЭС до вывода из оборота при продаже на территории какой-либо из стран. Маркировка не просто так появилась, да, и достаточно сложный процесс ее внедрения, привыкание к ней, безусловно, честный знак делает все необходимое для того, чтобы немножко закручивать гайки, поэтому были внесены изменения в кодексы Российской Федерации, и теперь ответственность есть и административная, и уголовная. На самом деле есть два ключевых момента, которые самыми серьезными нарушениями являются. Это продажа немаркированных товаров, то есть если вы знаете, что у вас есть товар, который подлежит маркировке, продавать его ни в коем случае нельзя. Исключением здесь будут только те товары, которые вы получили до того, как маркировка стала обязательной. Ну, на сегодняшний день эта вода, наверное, еще осталась, срок годности которой еще не истек, но произведена она была до старта обязательной маркировки. На самом деле вся маркировка начинается с производства именно потому, чтобы когда обязательно она становится при выводе на кассе, таких товаров в рынке в жизни осталось как можно меньше. Для товаров, у которых срок годности не так ограничен, как у продуктов питания, у них существует опция маркировки остатков, и остатки нужно будет обязательно маркировать, даты всегда четко прописаны в постановлениях правительства. Что касается производства, приобретения, хранения, это второй момент, когда нельзя нарушать законодательство. Мало того, что вы продали товар, вы его как-то получили, да, он у вас откуда-то взялся. И вот здесь важно отслеживать, чтобы ваш поставщик тоже соблюдал все требования. Есть прецеденты, когда виновниками в содеянном признавались обе стороны. И поставщик, который оформил такой документ, и покупатель, который не проверил, что товар, например, без маркировки. И, соответственно, в этой ситуации принял, так сказать, непосредственно участие. И на самом деле уже многие-многие организации несут убытки за отсутствие маркировки, получают штрафы, и самое страшное в этой истории не сам факт штрафа, да, до уголовной ответственности, естественно, дело доходит крайне редко, это очень большие объемы, но самое страшное – это потеря товара, потому что тот товар, который у вас хранится или продается с нарушением правил маркировки, вот его изымают, и сумма, которую вы теряете из-за изъятия этого товара, это недополученная прибыль, это уже понесенные расходы на приобретение этого товара, на его хранение и так далее. Вот это как раз самая страшная часть, поэтому обязательно будьте в курсе, проверяйте те товары, которые находятся у вас в обороте, чтобы здесь все было правильно, чтобы не было каких-то критичных нарушений, и тогда вашему бизнесу ничего не угрожает. Что же касается самих товарных групп? На слайде представлено достаточно информативно, насколько много товаров уже позади, и как мы врываемся в 23-й год с новыми товарными группами, которые уже стартуют буквально весной. Не буду, наверное, перечислять товарные группы, уже известны, да, если нужно, можно сделать скриншот со слайда, презентация будет доступна в карточке вебинара, если она вам будет нужна, можно тоже ее сохранить себе. Обратите внимание, что даже те товарные группы, которые уже запустились, маркировка запустилась в конце 21-го года, в текущем году, да, даже в этих товарных группах еще есть небольшие хвостики, которые протягиваются, остаются в 23-м году. О них мы чуть дальше подробнее поговорим. Есть товарные группы, их пять, которые стартуют в следующем году весной. Например, у Пива уже подписано постановление буквально на прошлой неделе, и в этом постановлении четко прописаны сроки, когда что стартует. У товарных групп БАД, антисептики, велосипеды, инвалидные коляски, медицинские изделия – таких постановлений еще нет. Мы понимаем, что эксперимент у них заканчивается 28 февраля, заканчивается, то есть 1 марта должна начаться маркировка, но пока не подписано постановление, мы не можем транслировать какие-то конкретные даты, потому что они могут измениться. Ну, все может быть, могут перенести сроки, могут изменить какие-то даты старта на производстве или старт розничной продажи. Здесь, пожалуй, исключением являются только велосипеды. Дата старта, обязательно маркировки, у них уже есть, но четких инструкций и правил о том, будет ли там деление по этапам, до какой даты, возможно, маркировка остатков и прочего, тоже еще никакого постановления не подписано. То есть дата зафиксирована только в общем документе, регламентирующем этапы ввода маркировки в той или иной товарной группе. Поэтому конкретные сроки можем назвать только по пиву, а по остальным товарным группам просто знайте, что уже с очень большой вероятностью они начнутся весной следующего года. И даже давайте заглянем прям совсем в будущее. Сейчас на этапе рассмотрения, подготовки документации, планирования самого эксперимента уже находятся еще почти 10 товарных групп. Самыми большими, наверное, из них будут соки, алкоголь, безалкогольные напитки. Это вот как раз подслащенная или ароматизированная та самая вода, которая уже сейчас маркируется. Ну просто сейчас маркировке подлежит только газированная, негазированная, но простая вода без добавок. А вот безалкогольные напитки – это вся остальная вода, с цветом, с запахом, с каким-то определенным вкусом. Вот ее тоже планируют маркировать. Будут такие узкие группы, как морепродукты, радиоэлектроника или корма для домашних животных. Их тоже рассматривают, тоже планируют. В общем, в конечном итоге, конечно, на маркировке будут подлежать все те товары, которые по каким-то причинам попадают в тянуевую экономику, когда есть нелегальное производство или нелегальный ввоз. Именно с этой целью, честный знак, выискивает их, чтобы начать маркировку и как-то обезопасить конечных покупателей от покупки некачественного товара. Для тех, кто не знает, коротенько, буквально пару слов о том, что такое код маркировки и как он выглядит. Очень часто код маркировки путают с QR-кодом. QR-код – это тоже такой квадратик, по углам которого есть достаточно визуально заметные тоже квадратики. Это именно визуально отличает QR-код от дата-матрикс-кода. В маркировке же товаров используется именно дата-матрикс-код. Он отличается сплошными линиями слева и снизу кода маркировки. Дата-матрикс-код содержит в себе информацию о товаре и уникальную последовательность символов, которая определяет каждую единицу этого товара. При производстве производитель, импортер, они заходят в национальный каталог и там регистрируют карточку товара. То есть они описывают все его характеристики. Ну, есть базовые, которые обязательные, и дополнительные, которые не носят обязательный характер, их можно пропустить. Но важно, что, по сути, получив этот товар и зная его код GTIN, можно посмотреть описание товара и сравнить с тем, что вы держите в руках, тем самым убедившись, что это действительно товар, произведенный этим комплектным производителем. Эта система регулируется GS1RUS. Это система в нашей стране, которая регистрирует эти коды. Сам GTIN – это, по сути, тот же самый IAN-13, который мы привыкли видеть на двумерных, на простых таких кодах с полосочками. И эти коды маркировки, они… Точнее, сами коды GTIN, они как раз всегда позволяли вам понять, тот ли этот товар или не тот, но об этом простые покупатели не знали, никто этим так массово не пользовался. Это больше было уделом логистических систем, когда нужно было четко по документам понимать, что едет именно такой товар, а не иной. И вот здесь как раз код товара помогал. Создавая маркировку, просто к этому коду привязали уникальные идентификаторы, и теперь, производя продукцию, можно четко зафиксировать, что по этому коду товара было произведено там условно 100 единиц, и у каждой из этих 100 единиц, у каждой уникальная последовательность в окончании кода. Тем самым можно от производства проследить путь следования этого товара до конденчной продажи на кассе или до порчи, кражи, утери, то есть причине, когда товар выходит из оборота, но не был продан конечному покупателю. При этом существуют дополнительные вспомогательные коды, то есть дата-матрикс-код на каждом товаре, тут все понятно, должен быть, а вот на упаковках, на палетах, тоже можно делать код маркировки, но он будет в виде обычного штрих-кода. Это называется транспортный код, который позволяет быстро и удобно обмениваться большим количеством товара в документе, указывая не каждый код конкретной единицы, а заранее объединив их в один код транспортный и сказав честному знаку, что я вот в этом транспортном коде передаю сразу 100, 1000, 10 тысяч единиц вот этих вот конкретных товаров. Это делает производитель, иногда это делают оптовики, все для того, чтобы упростить отгрузку и приемку товара в последующем. Также существует объемно-сортовой учет. Он появился только в текущем году. Началось это с молочной продукции и также распространился на упакованную воду. В будущем ожидается использование объемно-сортового учета также в ВАДах и в антисептиках. Объемно-сортовой учет – это этап первоначального внедрения электронного документа оборота в товарной группе. Когда мы говорим про объемно-сортовой учет, мы понимаем, что указать в документе нужно будет не код каждой единицы товара, а указать просто код товара, тот самый GTIN и количество кодов, которые мы передаем. То есть, проще говоря, сейчас, например, продавая обувь или одежду, я должен указать то количество кодов, какое количество единиц товара я передаю, а в случае с объемно-сортовым учетом, например, при продаже воды, я укажу код товара и сколько штук кодов, но не сами коды. Это сильно упрощает формирование документа, его приемку, но, естественно, это не дает отследить именно движение каждой товарной единицы. Объемно-сортовой учет применяется временно, и он будет завершен в 2025 году и в молоке, и в воде, поэтому это временная мера, которая позволяет начать использовать электронный документооборот, но постепенно отлаживать эти процессы и по экземплярному учету прийти к дате уже обязательной этой маркировки. Что касается сроков, теперь вот по каждой товарной группе, в которой сроки какие-то еще нас ожидают, они уже зафиксированы, они точно не изменятся. Давайте их обсудим. Значит, молочная продукция. 1 сентября начался тот самый объемно-сортовой учет. 1 декабря следующего года этот объемно-сортовой учет и списание использования электронного документооборота становится обязательным для организации сегмента форики и госочреждений. Это послабление им было дано для того, чтобы упростить их, опять же, вхождение в использование обязательной маркировки. Обратите внимание, что с 1 декабря становится использование до обязательным. Уже нельзя будет от него отказаться. То есть нельзя будет сказать своему поставщику, что я пока не регистрируюсь, потому что не хочу пока тратить на это время. Послабление закончится, придется работать как все. А с 1 июня 2025 года для всех товаров становится обязательным по экземплярному учету. В каждом документе нужно будет передавать не GTIN, а конкретный код товара. Они могут быть в рамках транспортной упаковки переданы, но это не отменяет того, что чтобы создать транспортную упаковку, вы также каждый товар должны будете отсканировать и добавить его код в соответствующий документ. Есть еще маленький нюанс. До 1 декабря следующего года также было послабление для КФХ, которые сами производят молочную продукцию. Так вот, с 1 декабря следующего года они обязаны будут эту продукцию маркировать так же, как и все остальные производители. То есть маркировка станет, так скажем, повсеместной. Обращу внимание, что в молочной продукции есть один нюанс. Это особенная группа товаров, поскольку есть очень краткосрочные товары, срок годности не превышает 40 дней. Для них сделано тоже послабление, оно навсегда, у них никогда не будет поэкземплярного учета. То есть какие-то краткосрочные сырки, творожки можно будет всегда отгружать только в объемно-сортовом учете, не уделяя внимания по экземплярному указанию в документе каждого года. Это, безусловно, удобно, потому что на этапах отгрузки, приемки это сильно упрощает жизнь участникам оборота. Но вот все, что сроком годности более 40 дней, естественно, будет только по экземплярному учету. Упакованная вода. Начался объемно-сортовой учет, обязательно использованный электронным документом оборота, 1 ноября. Кассы еще не начали. Кассы у нас начинаются в следующем году. С 1 марта становится обязательным вывод из оборота на кассе воды. То есть сейчас можно продавать маркированную воду, не добавляя тот маркировки в чек. Это не является нарушением. Но обязательно задумайтесь о том, что времени остается мало и начинайте тренироваться уже сейчас. Лучше сейчас начать и где-то ошибиться, пока это не наказуемо, чем потом уже в кратчайшие сроки это внедрять, обучать персонал и начинать с этим работать, при этом рискуя быть наказанным, потому что маркировка уже является обязательной. Также здесь есть послабление для хорики гособчуждений до 1 декабря 2023 года. И тоже объемный сортовой учет используется, но только до 2025 года. 1 марта становится обязательным по экземплярному учету упакованной воды. Никотин, содержащая продукция. Вообще, товарная группа табак это очень обширная такая категория. Частично они добавляли разные товары в целом к табаку. То есть, начиналось все с сигарет. Это одна из первых товарных групп, которые подлежали маркировке. С ними-то как раз маркировка все и познакомили в большинстве своем. Потом это была альтернативная табачная продукция. И вот сейчас последним этапом это жидкости никотинсодержащие и систему электронной доставки никотина. Вот важный момент. Значит, с 25 декабря начинается обязательный производство и импорт и можно начинать маркировать остатки этих товаров. То есть, если они у вас есть сейчас на остатках, можно в общем-то уже начинать их маркировку для того, чтобы в последующем спокойно хранить их на складе, не следя за тем, какое количество маркированных или немаркированных еще осталось. Но если не хотите, можете успеть их распродать до 1 марта 25 года. Это дата прошу прощения, здесь с датой у меня ошибка. Мы ее обязательно поправим в презентации. важно, что производство начинается сейчас и маркировка остатков тоже стартует одновременно. С 1 апреля становится обязательным использованием электронного документа оборота и при продаже на кассе сканирование кода маркировки. Если это маркированный остаток, то вы его пикаете, сканируете. Вот запрет розничного оборота и окончание с этим маркировки остатков, оно нас ожидает только уже в совсем далеком будущем, то есть времени у вас еще целый год на то, чтобы все это успеть сделать. Следующая категория это пиво и пивные напитки. Постановление, как я уже сказал, было подписано совсем недавно и в этом постановлении были уже регламентированы, четко указаны сроки конкретные. Вся пивная продукция условно делится на три типа. Это пиво, которое реализуется в кегах, в общем-то разливное пиво, проще говоря. Это пиво, которое упаковывается в пластик или стекло, собственно, бутылочное пиво. И третья категория это алюминиевые банки, баночное пиво. Вот в этом же порядке они будут внедряться. 1 апреля начинается маркировка стегового пива, потом бутылки, это пластик и стекло с 1 октября следующего года. в январе 24-го года алюминиевые банки и их маркировка на производстве и потом уже с 1 июня 24-го года полностью розничная продажа пива в любом форум-факторе становится обязательной через кассу. Обращу внимание, что кеги внедряются в маркировки начинаются с 1 апреля, но в рознице они будут подлежать обязательной маркировке, то есть розничный продавец должен будет сообщать честному знаку о продаже кеги только с января 24-го года, то есть целый год честный знак оставляет тем участникам ворота, которые работают с кеговым пивом, на то, чтобы настроить, привыкнуть к работе, но на самом деле здесь это связано еще больше с интеграцией системы Egoiz, потому что в Egoiz по-прежнему нужно подавать информацию о реализации алкогольной продукции, в SRR подавать ежеквартальную отчетность и сейчас как раз идет работа над тем, как интегрировать эти системы между собой, чтобы участникам оборота было проще. Будет гораздо легче указывать данные только в одну систему, а во вторую, допустим, подали информацию в Egoiz, Egoiz уже сообщил честному знаку или наоборот. Как они договорятся, мы все ждем, как только решение будет принято, мы его поддержим, реализуем в своей системе. На сегодняшний день мы точно можем говорить только о том, что кеговое пиво начнет маркироваться с первого апреля и что на данный момент это будут две независимые операции. Отдельно маркируем и подаем сведения в честный знак и, как и раньше делали, подаем информацию о выпуске алкогольной продукции в Egoiz. То есть две независимые абсолютно системы, независимые операции. У нас был 30-го числа вебинар по поводу маркировки пива, у нас есть запись этого вебинара, вы можете посмотреть ее на нашем сайте, там подробнее рассказываем о том, как именно происходит маркировка и о том, что можно подавать информацию в честный знак, в SBIZ, да, например, а информацию в Egoiz подавать в той системе, в которой вы привыкли работать. Но можно объединить обе системы и в рамках одного документа сразу подать сведения и туда, и сюда. Но кнопочки пока отдельные, потому что, повторюсь, системы не интегрированы между собой, то есть друг с другом они не взаимодействуют. В целом, схема работы маркировки, если кто-то сомневался, да, или такой вопрос есть, просто визуально наглядно производитель выпускает товар, подает информацию в систему маркировки о количестве этого товара, маркирует каждую единицу и дальше в каждой поставке, в каждом движении от юрлица к юрлицу этот код маркировки переходит через электронный документ УПД. В УПД коды маркировки указаны в момент, когда покупатель утверждает документ в честном знаке происходит перемещение права собственности кодов от продавца к покупателю. Если вы утвердили документ входящий, вы получаете право продавать этот товар далее в розницу или следующему юридическому лицу. При продаже в рознице вы добавляете код маркировки в чек, и ваш оператор фискальных данных, СБИС тоже оператор фискальных данных, мы можем это делать, и, пожалуйста, будем рады оказать вам такие услуги. Оператор фискальных данных код маркировки передает в честный знак, то есть вам отдельно заполнять отчет или подавать какую-то информацию не нужно. Это все за вас сделает СБИС, это удобно и просто. Более того, в нашей системе реализована возможность отследить те чеки, которые были переданы с кодом маркировки, их дальнейший статус, принял ли их честный знак, что с ними произошло, и в случае, если произошла какая-то ошибка, потом отдельным документом все эти коды маркировки собрать в кучу и вывести из оборота, чтобы не нарушать никаких правил. В целом, отчитываться в систему маркировки нужно по четырем таким ключевым моментам. Это приемка и продажа. Ну, по сути, это две стороны одной медали, но если вы оптовик, то у вас это два отдельных процесса. Вы принимаете от производителя и реализуете в розничную сеть, далее формируя документ УПД уже как исходящий от вас. Это случай перемаркировки, когда, например, по какой-то причине код маркировки был испорчен. Например, порвалась этикетка, я не знаю, что-то произошло с товаром, именно с его упаковкой, вы можете его перемаркировать, заказав новый код маркировки. Но чаще, конечно, это ведет к списанию, то есть, если с товаром что-то произошло, вы его не продали, а использовали для себя, или его украли, или он истек сроков угодности, вы оформляете документ в списании, подаете в систему честного знака данные о том, что товары, выбираете причину, что с ними произошло, да, там много разных вариантов, и эти товары выходят из оборота, коды маркировки перестают числиться на вас. Обязательно важный момент, что между юрлицами только электронный документ-оборот, а в честный знак информацию вы подаете напрямую о списаниях или о перемаркировке, то есть, купля-продажа это всегда ЭДО или ОФД, а вот что-то не касающееся по сути продажи, это прямая подача сведений, если кто разбирается, это называется API, да, это команды, которые напрямую подают систему честного знака, вот это можно делать как в личном кабинете честного знака, но гораздо удобнее делать в рамках одной системы, в которой вы уже работаете, то есть, в СБИС вы можете и по ИДО принять документ, и удобно оформить списание тут же из этого документа, в который переедут все коды маркировки, указанные в документе, это очень быстро и удобно, те, кто уже пользуется, наверняка об этом знают не понаслышке. Что нужно для того, чтобы подготовиться к работе с маркировкой? В целом, это базовых три момента. Первый – это регистрация на честном знаке. Обратите внимание, что помимо того, что просто зарегистрироваться на портале, нужно обязательно зарегистрироваться и в каждой товарной группе, с которой вы работаете. Например, обувь и текстиль – это две отдельные товарные группы, и нужно отдельно заполнить сведения по личной кабине честного знака и там, и там. Если вы зарегистрированы на портале, но нужная товарная группа у вас не активирована, вы не подали сведения, считается, что вы не зарегистрированы и тем самым нарушаете правила маркировки. Это важно. По последним данным достаточно большое количество, это тысячи участников, например, продавали товары через кассу молочную продукцию, но при этом были не зарегистрированы в категории молочная продукция. Не сказать, что это умышленное нарушение, но с точки зрения правил маркировки юридически это нарушение, да, и здесь можно было бы получить штраф. Второй момент – это электронный документоборот. Как я уже сказал, любая передача от юрлица к юрлицу происходит только с использованием электронного документа оборота. Следовательно, вам нужно настроить возможность получать электронные документы, и эта возможность должна быть у вас удобной. То есть удобно, когда документоборот интегрирован сразу с системой учета. Например, я получаю документ, тут же принимаю это на склад, а в госсистему просто подаю сведения о том, что товар был принят. В СБИС можно и работать с электронным документоборотом, и взаимодействовать со всеми госсистемами, и также вести полноценный складской учет, даже бухгалтерия. Третий момент, это не только кассы, да, кассы, это, конечно, ключевая часть, потому что все это в итоге приходит в розницу, но здесь давайте обобщим до оборудования в целом. Нужно иметь сканер, с помощью которого вы как раз будете выполнять ту самую проверку. То есть когда товар вы получаете, вам нужно убедиться, что коды маркировки на товаре соответствуют кодам, указанным в документе. Это первый момент. Второй момент, когда вы сами отгружаете товар, чтобы наполнить вашу ПД кодами маркировки, вам тоже понадобится какое-то сканирующее устройство. Его нужно иметь, заранее озадачится его приобретение. Ну и, конечно, розница. Помимо того, что нужно, в принципе, иметь контрольно-кассовую технику, нужно обязательно, чтобы эта контрольно-кассовая техника была актуальной прошивки, поддерживала работу с форматом фискальных документов 1.2, который как раз обуславливает работу с кодами маркировки. И вам нужен оператор фискальных данных, который будет передавать информацию о кодах в чеке в систему ГИСМТ. Если говорить о кассах в целом, есть исключения, есть регионы, которым разрешено не применять контрольно-кассовую технику, есть регионы, которые обязаны применять кассу, но могут не пользоваться услугами операторов фискальных данных. Вот что касается маркировки, здесь принято такое честным знаком решение, что да, вы можете работать без кассы, но это не отменяет необходимости подавать информацию о выводе из оборота таких товаров в их продаже опять же документом списания с типом розничной продажи. Там необходимо будет указать информацию о документе, по которому была продажа, то есть номер дата чека и, собственно, код маркировки, которые были в этот момент проданы. Не очень удобно, гораздо удобнее работать, естественно, в автоматизированном режиме, тем более, что на практике даже если регион признан труднодоступным, там есть интернет и ОФД подключить можно. Сильно упрощает жизнь, гораздо легче становится контролировать происходящие процессы. Про оборудование. Говоря про сканеры, я, естественно, не могу обойти стороной разделения оборудования на такие категории, как сканеры проводные, то есть ручные, проводные, беспроводные и терминал сбора данных. Вот терминал сбора данных это, по сути, тот же самый смартфон, только со сканирующим элементом, встроенным в корпус устройства. Телефон при этом тоже может работать, используя камеру. Камера также будет считывать дата-матрикс-код, просто делать это немножко хуже в условиях плохой освещенности или там сам может не так адекватно работать при условии низких температур, когда склад на улице или в холодном помещении. Тем не менее, важно понимать, как выглядит ваш бизнес-процесс и как именно происходит приемка товара. Если это больше движение по складу, вполне можно обойтись сканерами, но чаще сейчас вот такая тенденция перехода на использование терминала сбора данных, потому что вы заходите в приложение и уже на экране устройства адекватно видите документ поступления, номенклатурные позиции, количество товара и очень просто, наведя сканер терминала сбора данных на товар, сканируете код маркировки и сразу видите результат этого сканирования. Считался он, есть ли он в документе, корректен ли он и легко и просто пройти, проверить все товары для того, чтобы принять каждую единицу уже в проверенном состоянии, не полагаясь на честность, на качественную работу вашего поставщика. Это тоже важно, обязательно об этом задумайтесь. В нашем приложении, в приложении с бездоки реализована возможность работы с документами поступления, а также есть возможность для производителей маркированных товаров на этапе производства проверять нанесенные коды маркировки, что они тоже хорошо считываются, что все в порядке, используя телефон или терминал сбора данных, то есть используя наше мобильное приложение. В целом СБИС вообще готов к работе со всеми госсистемами, которые на сегодняшний день уже стартовали и применяются. Мы сейчас говорим про товарные группы даже скорее, да, которые взаимодействуют между собой. Так, это сами товарные группы, плюс это система Меркурий и ЕГАИС. С ними работать в СБИС можно, удобно и гораздо проще, чем на самих порталах, которые предлагаются бесплатно в рамках поддержания этой системы. Потому что в СБИС это работа в едином окне, в одном документе, когда вы просто переключаясь между вкладками, будете легко отмечать ту информацию, которую нужно передать в госсистему. В случае, вот если мы говорим про честный знак, при получении документа или перед его отправкой, вы заранее можете проверить статус кода маркировки по данным честного знака. Таким образом, вы до того, как утвердите документ, уже будете знать, все ли коды корректны, можно ли их принимать, можно ли с ними работать. Если вдруг вы понимаете, что здесь что-то не так, до того, как вы утвердили документ, еще как раз есть время связаться с поставщиком и эту ситуацию как-то урегулировать. Отклонить документ или тут же он пришлет вам новый УПД. Все это гораздо проще сделать, когда документ еще не подписан. Говоря о розничных продажах, СБИС готов полностью обеспечить кассовое место в розничной точке. У нас есть весь необходимый функционал по работе кассира. Это возможность формирования каталога, прайса. Это возможность использования различных скидок и программ лояльности. Можно обслуживать сразу несколько покупателей, есть, естественно, возможность принимать безналичную оплату, смешанную оплату, оплату бонусами и прочее, прочее. Очень легко и интуитивно понятно представлен интерфейс, когда вы продаете маркированный товар и когда маркированный товар вам приносят с возвратом, то есть легко сформировать чек-возврат и туда же отсканировать код маркировки, чтобы вернуть его в оборот. Все эти нюансы уже предусмотрены и уже работают несколько лет, потому что все это начиналось с обуви, с текстиля, с сигарет, которые уже давно в обороте. При продаже маркированного товара очень просто для кассира выглядит интерфейс, чтобы кассир не забыл отсканировать код маркировки, чтобы он быстро нашел нужный товар в общем перечне в каталоге и кассиру не нужно задумываться о том, что делать дальше. Он выполняет свою базовую операцию, он сканирует товар, формирует чек, принимает оплату, все остальное делает с бис автоматически и самостоятельно. Что-то делается по закрытию смены, что-то делается сразу в момент формирования чека. Кассиру об этом думать не нужно, а у руководителя есть удобный интерфейс для того, чтобы это все проконтролировать. Причем сделать это как в нашем бэк-офисе так называемом, это личный кабинет пользователя, и также есть мобильное приложение для руководителя, через которое можно отслеживать все операции с документами входящими, о том, были ли коды маркировки там проверены или не проверены, когда утверждался документ, о том, как формируются исходящие документы и, опять же, что в части маркировки в этом документе указано. Плюс это полноценная работа вообще всего бизнес-процесса организации, начиная от складского учета, заканчивая бухгалтерским учетом, расчетом налогов и формированием отчетности в налоговую и в соответствующие госинспекции. Это я к тому, что СБИС не только маркировка, не только электронный документ оборот. Это комплексная полноценная система, которая может закрыть ваши задачи, ваши потребности в нужном вам объеме. Если вы не готовы к полной автоматизации, вы можете начать просто с использования ЭДО и маркировки. Это удобно, простой интерфейс, легко обучиться, легко начать и постепенно наращивать ту степень автоматизации своих бизнес-процессов, которая нужна именно вам. Это несложно и это удобно. Тем более, что когда вы подключаетесь даже просто по ЭДО, все операции по учету СБИС уже делает, но просто вы их не видите. И как только вы добавляете нужный функционал, все, что вы наработали до этого, тоже вам доступно и уже есть у вас в системе у вас в базе. Из самых таких очевидных и простых вещей это аналитика, это возможность видеть, как развивается ваш бизнес и как идут ваши продажи и возможность формирования бухгалтерского складского учета, его ведения внутри системы, каждый раз работая с каким-то документом, вы и одновременно обрабатываете ЭДО документ, он же и складской документ, его можно провести по складу и в этот момент сформируются все необходимые бухгалтерские проводки для того, чтобы потом рассчитать налоги было легко и просто. Тензор является авторизованным сервисным центром, поэтому если мы говорим про торговое оборудование, это кассы, сканеры, принтеры, этикеток и прочее, то оборудование, которое вы используете у себя в розничной точке или на складе, мы с ним работаем, мы готовы его предоставить и взять потом на обслуживание. Вы можете обратиться, если что-то не работает, для того, чтобы наши специалисты провели диагностику, подсказали по стоимости ремонта или по возможным причинам неисправности и так далее. Вот мы оказываем такую работу, основная, львиная доля этой работы конечно касается контроля кассовой техники. Обновление прошивки, замена фискальных накопителей, подключение общего кассового аппарата, регистрация налогового и подключение к УФД. Все это мы умеем, делаем и уже десятки тысяч пользователей счастливы и довольны работой и взаимодействием со СБИС. А чтобы эта работа была удобной и комфортной, у нас есть круглосуточная техническая поддержка, которая всегда готова помочь вам найти нужную информацию, подсказать, что нужно сделать, чтобы исправить ошибку, если вдруг такая у вас возникла, и вы не понимаете, что нужно сделать дальше. При этом всегда можно посмотреть информацию в нашей базе знаний. Это и инструкции, обучающие статьи и даже видеоролики, в которых уже показано все то, что нужно делать в каждом конкретном случае. Работаете вы с маркировкой или принимаете электронный документ или хотите настроить ромин, это все уже описано, рассказано, просто заходите, читайте и обращайтесь, если вдруг не смогли разобраться. В целом, на этом у меня все. Вот так вот коротко постарался для вас представить информацию о том, чуть-чуть о том, что такое маркировка в целом и какие товарные группы у нас ожидаются в ближайшем будущем. Я надеюсь, что вебинар был полезен. Благодарю всех вас за внимание и хочу вам напомнить, что у нас проходил розыгрыш, да, и у нас уже есть победитель. Сейчас, одну секунду. У нас победитель Александра Кузьеванова. Поздравляем Александру, спасибо вам огромное за участие. С вами свяжутся наши коллеги, мои коллеги, свяжутся с вами для того, чтобы рассказать о том, как получить сертификат, как его можно применить, и если вы еще не являетесь нашим клиентом, пожалуйста, выбирайте те продукты, которые вам сейчас наиболее актуальны, мы будем рады вас познакомить с СБИС. Если уже являетесь нашим клиентом, то это отличная возможность попробовать что-то новенькое, что всегда хотелось, но руководитель, например, не согласовывал какие-то дополнительные расходы. Если у кого-то из вас или вы смотрите вебинар уже после его проведения, да, то есть не в режиме реального времени, вы все равно можете задать свой вопрос, мы их увидим и обязательно дадим вам ответ, поэтому если заданные вопросы не отвечают на ваш вопрос, у вас есть какие-то еще нерешенные задачи, пожалуйста, напишите нам об этом, мы обязательно эту информацию найдем и вам предоставим ответ. Этот ответ вы также сможете получить в СБИС. Всем спасибо огромное за внимание, на этом я прощаюсь с вами, искренне желаю всем счастья в новом наступающем году и до встречи на новых наших вебинарах. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok